Добрый день, дорогие друзья! Давайте в этом видео поговорим о сайтах для косметологов. Нужен ли сайт современному косметологу? С приходом социальных сетей, таких как Instagram, ВКонтакте, Telegram, YouTube, надобность сайта понемногу отходит на второй план. И многие косметологи задумываются, нужен ли он им. И если нужен, то какой и каким способом его продвигать так, чтобы он не просто был влитием бюджета в молоко, как я говорю, да, а чтобы он приносил клиентов и чтобы он работал. Давайте разберёмся. Итак, да, я согласна с тем, что косметология – это услуги, услуги населению. По красоте, там увеличение губ, чистки лица, уход за лицом и так далее, да, то есть это всё большая сфера косметологии. Она предназначена для того, чтобы наши клиенты ходили к нам как на работу, как к психологу, как к другу, и они подсаживались на это, видели бы красивые результаты, им бы хотелось ещё, 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 ещё. И эта тема бесконечная, потому что процесс старения, он рано или поздно каждую девушку настигает, рано или поздно каждая девушка об этом задумывается. И о перспективах косметологии, что тут говорить, да, они очевидны. И на самом деле косметология, она только набирает обороты, и если вы сейчас вливаетесь сюда, то лучше сейчас, чем потом, да, потому что очень многие, кто думает, вообще заниматься мне косметологией или не заниматься, вроде там и так много уже кого, да, много косметологов, клиник, а я тут что? Потому что на самом деле работы хватит всем. И найти свою базу вы всегда сможете, если у вас хорошие руки, если у вас приятно с вами общаться, да, если вы хорошо работаете, то к вам будут ходить, потому что спрос рождает предложение. А спрос огромный, он только увеличивается с каждым днём. Вот, поэтому, так как это всё среди женщин, женщины среди женщин, да, то понятно, что социальные сети, они выходят на первую позицию, прям ведёте социальные сети про то, какой вы эксперт показываете, показываете там чуть-чуть своей личной жизни, даёте вкусные услуги, вкусные акции, и клиент на них идёт, да, то есть тут как бы всё понятно. А что же делать с сайтом? Потому что очень многие косметологи, они как вот начинают работать на себя, соответственно, продвигать себя нужно, да, и вот куда-то вкладываются в какую-то рекламу, допустим, они готовы, но куда, непонятно. В социальных сетях ты как бы сам создаёшь контент, и как бы сами люди там находятся, да. Сейчас с Инстаграма убрал возможность рекламироваться, вливать в бюджет, но об этом не суть. Суть того, что даже с тех рекламок, да, всё равно переходили на сайт, на сайт, то есть такая посадочная страница. Так что давайте разберёмся, какие бывают сайты, вот, конкретно для нас, косметологов, и какой лучше. Коротенький, маленький или большой объёмный, будем их называть так. Так, коротенький, маленький, это я имею в виду лендинг, всем известным лендинг, лендинговая страница. Это такой сайт, у него одна страница, и она длинная, то есть тут в самом начале, допустим, ваша фотография, короткое описание, кто вы, чем вы занимаетесь, а дальше какие услуги вы предоставляете, дальше, там, только сегодня акция, там, губы по цене 6500, успейте записаться, кнопочка записаться, дальше мои дипломы, сертификаты, дальше отзывы моих учеников, да, вот кабинет, в котором я работаю, вот мои довольные клиенты, вот фотографии моих работ, и всё на одной странице. Очень хороший сайт-визитка, да, он имеет место быть, если вы находите грамотного таргетолога, кто может эту страницу продвигать в том же ВКонтакте, в Яндексе и в Гугле. Яндекс и Гугл для продвижения такого лендинга попросят у вас все дипломы, лицензии и сертификаты. Если они у вас есть, окей. И здесь вот с таким лендингом эта история будет короткая, то есть вы как вольёте туда бюджет, в рекламу, вы так и начнёте постепенно-постепенно получать клиентов. То есть обычно те люди, кто СММом занимаются, продвижением, им нужен месяц для того, чтобы протестировать объявления, для того, чтобы поднастроить, какие работают, усилить их, какие не работают, убрать, заменить на новые. То есть они целый месяц занимаются вот этими тестами, и через месяц ваш лендинг потихоньку начинает работать. Если мы говорим о длинном, большом сайте, для кого он нужен, да? Сейчас и плюсы, и минусы разберём, и те, и другие. Большой сайт, он, как правило, для клиник серьёзных, для серьёзных организаций, для серьёзных специалистов. То есть по объёму сайта можно судить, насколько внушаемая авторитетность того места, куда вы собираетесь идти. Вот лендинг любой дурачок может сделать там за один вечер, запустить и всё, да? А большой и крупный сайт – это очень много работы, очень много людей задействовано, очень большие бюджеты туда оббуханы. Поэтому и отношения к нему соответствующие, да? Ни у какой высокооплачиваемой клиники, там, Петербурга, Москвы, да и других городов, вы не увидите лендинг. Ну, это несерьёзно. Нужен им хороший полноценный сайт. Так вот, если вы задумываясь над тем, что, может, мне нужен хороший полноценный сайт, то сразу имейте в виду, что это история надолго, что это, ну, месяцев шесть минимум, для того, чтобы он хоть как-то начал для вас работать. Но это такое вложение в себя, в перспективу, в развитие, которое будет вам служить пожизненно, да? Тут лендинг, он быстренько поработал, у вас бюджет закончился, вы там решили чем-то другим заняться, и всё, он нерабочий. А вот этот большой полноценный сайт, он будет работать, вот вы в него вкладываете, да? И он будет работать пожизненно. То есть все вложения, которые вы в него делаете по SEO-оптимизации, они будут работать пожизненно. То есть даже если вы потом перестанете выделять средства на продвижение, вообще не будете им заниматься, он будет вам приносить клиентов всё время, потому что по тем запросам, по которым вы проработаете его, он будет автоматически выдаваться в поисковую выдачу без затрат на рекламу. Ну, собственно, можете и мой сайт посмотреть, да? Я как раз этим занимаюсь очень давно, очень долго, поэтому про такие сайты я могу рассказывать очень долго, и у меня сейчас следующее видео, я буду записывать, каким образом составляется эта SEO-статья, которая будет бесплатно поднимать ваш сайт в поисковой выдаче. И это всё история на перспективу, когда вы работаете над ним, корректируете, дополняете, дополняете, он всё выше, выше, выше становится. То есть если, допустим, в первые месяцы, да, после того, как вы им занялись, он приносит, допустим, 100 просмотров, да, потом это будет 200, потом это 300, потом 1000, 500, 1000 и так далее, да? То есть это по нарастающий робот-автомат, он каждый месяц-два проходит по всем сайтам, анализирует, насколько какие полноценные, насколько они полезны для людей, и их выдаёт выше в поисковой выдаче. Эта история надолго, но она зато качественная и без затрат на рекламу будет в дальнейшем. Поэтому если вы косметолог и до сих пор думаете, надо, не надо, можете начать с лейнинга, но он будет у вас очень много денег жрать. Вам нужно дойти тех людей, кто в этом разбирается. И знаете, просто так взять таргетолога, например, или просто так взять дизайнера сайта, это утопия. То есть у вас ничего не получится с этим. Здесь нужен подход комплексный, чтобы дизайнер нарисовал вам то, что вы хотите. Маркетолог проработал те предложения, которые действительно будут кликабельные, проработал то, что, где надо, как нарисовать, да? И дизайнер же по его заметкам рисовал. И вся эта воронка, да, все эти настройки объявлений должен делать третий человек. А вы, как специалист, который предоставляет это все, кому будут приходить клиенты, должен посмотреть на всех этих людей, да, и скоординировать их таким образом, чтобы в конце получилось то, что именно нужно вам и что будет приносить клиентов. Но то, что будет приносить клиентов, если бы все знали, да, то никаких бы вопросов не было. Поэтому это очень долгие тесты, и, скорее всего, что с первой попытки лендинг не даст такой отдачи, если вы это все делаете самостоятельно. Лучше находить ту компанию, которая подходит комплексно, да, у которой есть маркетолог, дизайнеры, верстальщики, программисты, и даже не, знаете, не маркетолог, а маркетолог, понятно, нужен, но нужен еще креативщик, который всю эту идею вам скомпонует и выдаст в готовый продукт. То есть это все очень непросто. И самостоятельно вот так вот за 15 тысяч рублей лендинг сделали и погнали, поехали работать, так не выйдет, да. То есть тут нужно более комплексный подход.